здорово бойцы и зрители канала валерки продолжаем проходить ассасин крит 2 итак прошлой серии у нас посадили батьку батьку посадили в тюрьму короче ну вот после того как мат на отнесли какие-то письма непонятные секретные письма вот и мы его навестили мы батьку навестили тюрьме башни и и и он нам сказал короче дома лежит у нас какой-то сундук какой-то тайник в котором там какие-то доказательства что ли или что-то еще и некоторые штуки которые находятся в сундуке нам могут показаться очень странными давайте отправимся сразу туда домой и посмотрим что же это за секрет такой что это за тайник такой вот дополнительных заданий у нас нет на карте так что прямиком прямиком домой окей так я вижу тут красные точки на карте на давайте наверно поверху вы мне короче скинули в комментах видос в котором говорится как правильно короче использовать паркур старых ассасинах первых вот я короче его посмотрел но толком ничего не понял так в принципе но я еще раз посмотрю и наверно наверно уже в рублюсь знаете да страймер не тупое вы это все знаете а вот смотри лучшие дейландцы лоджию дейландцы построили бенчи дачиони и симона де франчески талленте между 1376 и 1382 годами это сооружение должно было укрывать от непогоды правителей флоренции в момент принятия ими присяги так погоди мы это читали уже да мы это читали уже почему он блин показывает те же те же штуки которые мы уже читали непонятно это мне нисколько непонятно так окей давай движемся домой я хочу перепрыгнуть вот так сделать вот из видео я там понял короче то что там надо переключаться из обычной стойки в агрессивную стойку короче при агрессивные стойки у нас те действия наши будут агрессивные а при обычной стойки спокойные я еще посмотрю попробую все разобраться все четенько как-нибудь так так то в принципе я весь уже как-то привык да ну привыкаю уже постепенно к управлению и к все эти дичи 2 ассасина ну и вообще как бы в ассасине управлению ассасин крида ну вот смотри короче мы прибыли домой тут в этом деле главное не спешить короче при падениях пытаться короче зацепиться за что-то ну вот короче вы дома давайте посмотрим матери уже не стучится уже не стучится домой да итак наследство найдите документы джованни и доставьте их у берто альберти про какие-то вот про эти документы короче смотри отец сказал что здесь есть дверь тайную комнату найти используя длинное зрение чтобы получить информацию об окружающей мире окей так вот она вот она смотри об так у нас здесь взаимодействовать это лифт да это типа типа по идее короче камин но это какой-то лифт окей паритус сюда переворошили вообще черти имеют права вообще вот она тайная комната а вот и сундук заберите содержимое сундука смотри давай еще полазим уж чуть интересного есть внутри мешочки от стопки что ли стаканы книг целая куча короче ладно отлично костюм ассасина сразу же надо одеть до от ништяк охеренно охеренно клинки и письме со стеетами серу берту доставьте документы убрать альберты так смотри у нас что тут появилось отец запечатал письмо мне не следует его открывать ну блин раз такая секретность я не знаю мог вадим глазком взглянуть смотри так или смотри мы можем клинок до выбрать она пока мы драться не можем да принципе окей сразу пускай у нас клинок будет а где у нас эти у нас есть штуки то которые из рук там чипок чипок вылазит эти вот нет и столько меч получается неплохой да прикидочек так смотри какая цепь прикольная такую же хочу так ладно опа на уберите мечи вы же хотите арестовать меня да так чего ты хочешь предатель ну давай опа другие варианты погоди погоди давайте нападать и теперь я я получил стоечку папа один готов и 2 нажмите чтобы выбрать кулаки ну кулаки зачем не кулаки смотрю нас мешочек какой-то а мешок с деньгами наверно да а зачем не кулаки убрал отлично убрали так у нас чё там по карте вот сюда вот сюда нам надо отправиться давайте туда и попробуем отправиться так ну я думаю знаете что наверное пойдем по верху потому что посмотри смотри ящик 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 отлично потому что чтобы не привлекать большого внимания знаете на стражников не нарваться пойдем по верху так окей о куда ты прыгнул лечу всех молодец да почему ты отпрыгиваешь я нажимаю короче чтоб ты поднялся наверх а ты отпрыгиваешь еще сторону куда-то ладно не видосик стоит пересмотреть я думаю окей смотрите уже темнеет надо как-то быстрее это ускорить все все это дело надо ускорить ну когда кто-нибудь разобьется туда и будут думать смотри перо по собрали только второе перо короче о посмотри там чуваки какие-то это им надо принести а нет смотри вниз опа она вот это нежданчик я ничего не вижу смысле ок отлично минус 1 давай уходи нечего на такое смотреть были поджидали да откуда они знали что я приду начальному никого нет как всегда блин это аудитория что ты делаешь здесь в такой час это я не погоди сынок отдышись отдохни мой отец и братья в тюрьме мне поручили передать вам это теперь все ясно это недоразумение отца я все уложу но чуть-чуть чуть-чуть чувак в этих документах содержится доказательства заговора против твоих родных и города утром я представлю их на заседании суда и твоих родных освободят спасибо синьор конечно сынок тебе есть где переночевать можешь остаться здесь но грация я буду ждать вас на площади не волнуйся все будет хорошо короче то судья получается да судья какой-то заговор против его семьи в лезвие короче непонятно окей наследство синхронизация получена одежда ассасина я понял а получено сломанный спрятанный клинок на это еще он еще и сломанный до получена страница кодекса ого второй кодекс отлично вторая страница кодекса так еще у нас там по заданиям открылась по задание в принципе смотри сначала фрагмента у нас какое-то новое открылась давай отправимся пока в принципе все гладенькое опа-опа там были чуваки короче побегу обход в стычек не было на площади а короче я понял нам надо на площадь типа к этому заседанию короче ну судебному процессу к этому месту казни судебный процесс их же так понял хотят казнить до ого прикиньте а ну вот это думал туда ну он туда так окей смотри последний герой придите на суд над петруччо джованни федерико посетите здание суда окей так а где у нас здание суда за не сюда вон туда смотри смотри какой там сборище охереть офигеть смотри наша родня на этой а виселицах джованни аудитория вы и ваши сообщники обвиняетесь в измене чем вы можете доказать свою невиновность документами которые были доставлены вчера тебе я ничего не знаю об этих документах ах ты странный ублюдок а надо подобраться ближе в отсутствие каких-либо убедительных доказательства я вынужден признать вас виновным ублюдок и ваши сообщники приговариваете смерти это ты измене куберта и один из них сегодня ты убиваешь нас но когда-нибудь мы убьем тебя клянусь мы ох ты ублюдок ё-моё хватайте мальчишку он один из них ты поплатишься за это вот это поворота охренеть какой там рыцарь то вышел я тебя убью нахер беги отсюда парень поскорее валим валим блин ах этот ублюдок толсто жопой смотри какая музычка ты заиграла просто огонь отвалили отвалили быстро-быстро давай давай наверх наверх а куда мне бежать так по ходу по ходу отсюда я смогу скрыться до через эту хит отлично вообще жесткий поворот вы видали до последовательность 1 завершена охереть в розыске перь мы еще и в розыске ох это страсти а антийская республика 1476 год в италии времен возрождения я нашел несколько мест отмеченных странными знаками я не знаю что все это значит и хочу чтобы ты это выяснил рыбака отметила их координаты в базе данных на карте они отображены значками в виде глаз и сияния найди их мысли найди смысле какие значки с глазами слава богу я ищу вас по всему городу мне не удалось помешать им я пытался клянусь но их было слишком много пойдемте со мной вам нельзя здесь оставаться а что с моей матерью и сестрой я отведу вас к ним нет нас могут увидеть вместе это слишком опасно скажи где они я приду туда сам в доме моей сестры к северу от собора я иду туда так анет год рождения 1457 служанка она это была служанкой в доме аудиторы то есть у нее была одна из немногих профессий которые считались приличными для женщины часто слугами были молодые люди иногда даже дети многие из них надеялись что хозяева помогут продвинуться в обществе однако как правило слугам не давалось долго продержаться на одном месте а жизни она это известно мало она не оставила следа в истории ни хрена себе оставила следа в истории да она просто приютила короче мать и сестру когда вы в розыске стражники подозревают вас будут реагировать на ваше присутствие или действия окей пытайтесь избегать стражников используйте сс чтобы предсказать их реакция если индикатор желтый это значит стройники понятно это я мы не понимаем то что так погоди смотри у нас что-то наверно открыл смотри новая точка обзора у нас открылась кстати есть здесь в принципе ничего нет давай-ка к точке обзора изначально смысле да какие-то глаза там еще искать смотреть что у нас тут семью порубили они тут нам точки всякие исследовать с глазастые пары сколько красных точек на карте охренеть погнали по верху посмотри точки точки это стали яркими они наверху что ли они смотрели они они патрулируют город смотри наверху охренеть сколько их вот это я залез неудачно ладно так смысла тут порядка нет меня засекут все равно увидят то что я туда заныкался она дальше дальше бежать да куда-то залез по все потеряли меня из виду да это он туда что ли куда-то на башню забраться надо на какой-то башню забирались или мы вот на соседей она соседей вот на эту наверное да забирались кей-окей-окей папа на балкон я целился короче на нижнюю балочку ладно так вот окей-окей погоди не так резко это делай так а или не туда или не на церковь погоди дальше что ли поход дела до так окей-окей короче на то здание надо забраться там один стражник короче где-то блуждает колон стоят он стоят я вижу их от короче как-то откуда крыша да блин отвалил аккуратненько нет я не сумасшедший я далеко не сумасшедший просто парень пытается выжить иди нахер иди нахер так окей вот мы до точки обзора кстати в принципе добрались это получается он тут это башня ладно допустим отлично отлично синхронизируем ся как аватар короче контрольная точка достигнута смотрите у нас на карте появилась еще у нас там новенького есть паре новые точки обзора так по периметру оставили появились новые начало фрагмента у нас еще одно и в принципе больше ничего принципе больше ничего не появилось ну что давайте короче наверно врач мысли врач давайте начало фрагмента сгоняем да посмотрим что там надо все таки навестить нам сестру и мать короче все было ништяпули так погоди у нас это другой стороны а вон 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 я вижу спускаемся вот так аккуратненько стараемся не так смотрел ла роза колта это новенькая этом здании один из тех странных символов которые говорили шон говорил шон тебе нужно найти этот символ ла роза колта сорванная роза была открыта в 1465 году и быстро стал одним из самых знаменитых заведений во флоренции куртизанки работавшие там были следующие сведу сведущие не только в любовных утехах но и в поэзии других изящных искусствах сорванную розу заходили даже члены синьория иногда и один из медичи это это короче бордель короче притон какой-то так погоди говорит на карте должна появиться там какой-то глаз да или что такое короче хер там ничего не появилось или над глаз это да посмотреть просто о-о-о я вижу окей окей так ну ладно пока пока мы это оставим короче нам надо повидаться с матерью очень-очень забавным причем очень-очень безопасный реки чертовка у них такая мода такая скаюсь это не тот дом косичками нет это он рано познакомиться с тобой миссия рэдзо она это хорошего мнения тебе понимаю почему спасибо на добром слове дона тип рэго зови меня паула спасибо за то что приютили мою семью паула не стоит благодарности ты должна быть устал может при лет нет грация я не могу остаться почему куда ты собрался убить у берту альберти я понимаю ты жаждешь отомстить но гонфоланьер опасный противник а ты не убийца это не нужно норовоучений пока пока не убийца и вы хотите научить меня убивать не убивать я научу тебя как остаться в живых пойдем окей смотри маскировка поучитесь у куртизанок окей смотри чудо куртизанки этих девочек даже точно можно снять готова спорить что их можно использовать качестве прикрытия поставить отправить их вперед чтобы они отвлекли стражников одной из самых популярных профессий в эпоху возрождения у женщин которые не могли или не хотели выходить замуж или становились монахинями была проституция итальянское общество благосклонно относилась к этому явлению и многие бордели находились под контролем властей конце 15 века город города начали принимать законы против проституции вынуждая проституток надевать особые наряды и изолируя их от респектабельного общества свободно ходить по улицам на виду но невидимые ты тоже должен уметь научиться смешиваться с толпой от нельзя девочки научат тебя давай так водите в группу людей чтобы спешат с толпой ну давай то группа людей вы сможете сливаться с движущей толпой идти за паулой пойдем паула так вот рождение 1438 мадам заведение ла роза колта в книгах по историю немало сведения паули но в архивах флоренции есть данные о том что она осиротела восемь лет когда ее родители утонули в море после этого у нее был один выбор уйти вон остырили стать проституткой 16 лет она исчезает из поля зрения появляется лишь когда и исполнил исполнилось 20 а ее арестовывать за убийство стражника любопытная подробность жавания аудитория защищала ее и выиграл дело доказав что имел место случай самозащиты выйдя из тюрьмы паула открыла собственный бордель чтобы защитить других уличные женщин которым также как и ей не повезло в жизни короче как этот бордель как приют да развалитесь толпой я понял смотри идем следить с толпой всех на скамейку рядом с горожанами ладно погоди так погоди а смысле я слился с толпой погоди погоди я чуть я чуть не был зарезали там кого-то а нет погоди я же вроде как слился с толпой почему чё за фигня в моем ремесле главная осторожность мы должны свободно ходить по улицам на виду но невидимые ты тоже должен уметь научиться смешиваться с толпой девочки научат тебя смотри вот здесь я вот так встал короче да я слился с толпой я ничего в принципе не нажимал в принципе а почему там так следует за паулой окей давай пошли посмотрите слабость чтобы вот смотри я херак такой а во можно на скамейку короче сесть муж садились эти погоди погоди не расходимся ребята ребята не расходимся в смысле нормально у меня плащ не придирайся блин я иду быстрее чем вот эти чуваки короче поэтому я выхожу из толпы постоянно паре украсть там что-то можно ноги так и куда ты мне будешь вести что-то я пизде за кто застрял так погоди какой на и наемник я не наемник я просто чувак плаще короче а ритм что-то по пальцам все херачит так и долго она будет меня вести откуда ты знаешь я мечта же просрал короче свой откуда ты знаешь что вооружен нет у меня ничего так окей поход прошли да доброго дня не тебе того же и вам не хворать обличит толкается от отожралась и идет как этот как броневик просто так окей смотри мы пришли ну смысл я короче понял да теперь когда ты умеешь сливаться с толпой я покажу тебе как этим пользоваться научу тебя воровать нажмите и наткнитесь на человека чтобы обокрасть его погоди давай попробуем кого-нибудь обокрасть простите не убивайте меня да я тебя не трогать не хотел вообще тебе просто слышь погоди она какую мне а вот если ты что-то украл не стой столбом джи нафиг и случайно так выйдет укройте деньги у пяти разных людей ладно давай идем идем такие опа нет не получилось таки опа мысли вор интересно кто папа я случайно чувак извини я хотел подтолкнуть чтобы ты это побыстрее шел там не знаю ладно идем идем дальше это очень у кого не крадется то ничего папа я против течения пойду против системы так отлично смотри маскировку мы прошли я научился сливаться с толпой окей друзья окей так ну что дорогие друзья смотрите у меня видос короче подошел концу ну вот кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте продолжим уже следующей серии обязательно короче если видос вообще зашел как бы делитесь с друзьями зовите друзей на канал чем у нас больше тем будет круче короче и контент и контента больше всего короче больше будет ты говорил надеюсь вы меня поняли вот ну и с вами был четко ну у и 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 Субтитры создавал DimaTorzok